Всем привет, вы на канале CryptoCommons и это быстрый обзор биткоина. Сразу хочу сказать, меня не было почти 3 дня, был занят очень сильно делами в оффлайне, поэтому не обижайтесь. А то все говорят, ты что, пропал куда-то? Говори, ничего делать, что происходит? Смотрите, мы сломали эту восходящую трендовую и вот эту тоже восходящую недотрендовую тоже пробили. В общем, все говорят, ну все, типа, медвежий рынок, все дела, пойдем вниз. Но хочу вам напомнить, что мы просто вернулись на ретест вот этой линии сопротивления, которую долго не могли пробить. Два месяца пробили и вот наконец-то вернулись обратно к ней, чего, собственно, мы с вами и ожидали, если вы помните. И можно также рассмотреть ее как линию восходящего сопротивления по вот этим пикам. Соответственно, мы уже отретестили ее и вполне вероятен отскок прямо отсюда. Но также, конечно, может быть еще финальный заброс куда-нибудь на 38-39 в погоне за стопами. Поэтому смотрим, как мы удержим восходящую траекторию и установим повышающийся минимум вот здесь потенциально. Либо уже прямо сейчас вот здесь, чтобы говорить о продолжении бычьего тренда. Но смотрите, какая тема еще интересная. На ближайшем рассмотрении это все сильно похоже на двойное дно с медвежьей ловушкой. Очень распространенный паттерн в истории биткоина. Ну, допустим, вот у нас здесь был такой же больший паттерн двойное дно с медвежьей ловушкой в конце. Когда мы падаем чуть ниже и в итоге мы улетаем сильно выше. То есть, если этот фрактал отыгрывается, то по идее сейчас наоборот самая лучшая точка покупать. Тем более, смотрите, у нас RSI с вами на 4-х часовом таймфрейме уже находится в перепроданности дикой. Так что давайте не забывать, что коррекция вполне ожидаемая. И вот мы сейчас, похоже, что отскакиваем. И задача всех сейчас переодеть в шорты. Перенастроить на шорты. И думать, что мы полетим вниз с камнем. И в таком случае мы можем реально очень хорошо развернуться. То есть, глобальные картины это вообще не меняет. И парить вас не должно. Тем более, мы видим, как отдельно альты стреляют. Например, BIT. BITDAO. На новостях о листинге на Bybit. Вот буквально на днях листинг на Bybit. BITDAO показывает крутейший рост. 31%. Вот такой одной зеленой большой свечкой, которая поглотила все вот это вот коррекционное движение. Так что силы в рынке есть. И самое интересное наблюдение мы можем видеть на тотале, на общей капитализации рынка. Смотрите, если мы включим недельный таймфрейм, то мы сейчас находимся в очень интересном месте. Во-первых, мы абсолютно идеально удержали на прошлом спаде до 30 тысяч. До 29 мы абсолютно идеально удержали сетку EMA Ribbon на тотале. В отличие от BITCOIN. На BITCOIN, как вы можете видеть, мы ее прокалывали три раза шипами вот такими вниз. И все говорили о том, что да, все, это медвежий рынок. Но если мы посмотрим на логарифме в дальнем рассмотрении, то мы можем видеть, что рынок бычий, поскольку мы удерживаем сетку как поддержку, даже здесь. Но на тотале это видно гораздо круче. На тотале видно, как мы ее удерживаем. Посмотрите. И при этом мы только-только переписали предыдущий хай по общей капитализации, как вот здесь. Посмотрите, что было, когда мы переписали хай. Сходились, откорректировались до сетки. И улетели наверх. И сейчас тоже, смотрите, мы переписали хай. Сходили, откорректировались до сетки и пошли наверх. То есть, грубо говоря, это еще лучше, но круче всего. Это видно на Total 2, ребята. Total 2. Это у нас капитализация всех альткоинов только без биткоина. И вот смотрите, здесь как видно круто. Был хай, который мы переписали. Хай с 2014 года еще. И когда мы его переписали в мае 2016, посмотрите, что у нас здесь было. Был такой типа мини-медвежий рынок вот здесь вот. Мы долго-долго консолидировались до сетки и заставили всех подумать, что рынок действительно медвежий. И после этого мы улетели просто в космос. Посмотрите. И сейчас очень похожая тема. Мы снова переписываем хай. На логарифме вот виднее. Смотрите. И вот у нас был этот мини-медвежий рынок. Мы точно сходили прямо до сетки. Удержали ее как поддержку. Идеально удержали. По альткоинам. То есть, по альткоинам рост сейчас больше, чем по биткоину в этот промежуток. И вот мы идем переписывать уже этот локальный хай. Смотрите. Грубо говоря, то, что было вот здесь. Поэтому дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Но если просто предположить, что сейчас вот этот барс-паттерн, что сейчас нас ждет что-то вот такое, подобное, тому, что было. Так что, грубо говоря, это может быть что-то вот такое, ребята. Очень неожиданное и смелое. Может быть спокойно вот такая вот ракета. На шортах, на тех, кто вышел. Она может спокойнейшим образом полететь. Ключевое слово «может», конечно же. Опять же, у нас, посмотрите, как здесь хорошо. РСА идет наверх. Как в макробычьем тренде. Альты вроде начинают постреливать тоже. Ну и достаточно ликвидности мы собрали на этом сквизе. Видите, на недельном таймфрейме его даже практически не видно. Этот сквиз. Ну вот он, в принципе, дошел практически до ленты как раз. По пятку он дошел прям точно до ленты. Поэтому вот такая вам пишет для размышления. Делайте, принимайте эту информацию. Делайте с... Делайте с этой информацией, что хотите. Вот. У меня долгосрочные лонги так и остаются. На ходле и везде. Ну вот, посмотрите, как мы точно от сопротивления сейчас можем отскочить. Ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. Пишите комментарии. И тогда, может, мы замутим вечерком лайвстримчик. Поподробнее все это дело обсудим. Всем профита и пока.